друзья подписчики всех приветствую в общем от вас приходит множество заказов на ситуацию на моем старом участке которые давно еще покупала не помню 21 что ли году или в двадцатом и ну в общем да я в комментах так писал что особо здесь ничего нового нету но я сюда конечно несколько раз приезжал ну как несколько раз я сюда косить приезжал только раза три наши видите как все чисто если здесь конечно не косили было бы здесь жесть приезжала сюда трактор привозил тоже то видео как-то так не выложилось но было видео с этого участка по замене я менял ножи на этой новой косилки вот тоже есть на канале если кому интересно посмотрите и когда тоже приезжал сюда то ли косить то ли что-то привозить ну иногда я приезжал тут забирать тому на инструменты были там те же триммеры там еще какие-то бловеры иногда приезжал что-то ненужное завозить и в общем каждый раз я пытался тут видео записать но мне всегда то ли что-то мешало то ли видео получалось слишком долго я потом его не успевал посмотреть и выложить в общем время затягивалась в итоге она так и как бы оставалась не выложена и в общем не знаю сейчас опять и игра завез на сдачу этих самых прав и думаю пройтись посмотреть что здесь происходит ну не то что здесь что-то новое есть я сам беру часто здесь бывает так как бы для развлечения но вообще вот ну в связи там с весной с развитием природы здесь конечно постоянно что-то новое находишь каких-то я не знаю новых насекомых новых животных какие-то новые растения начинают прорастать в общем ну в принципе всегда до каждый раз приезжаешь какую-то мелочевку ты тут замечаешь в общем это видео такое я думаю но менее информативное просто чисто как бы развлекательная в общем ну вот начиная почему участок он начинается где-то вот от этих вот ящиков от этого столба то есть здесь лужайка как бы соседи они косят свою и они где-то вот до этого места на мою заезжают вот но вот это вот моя территория вот этот столб на моей то что вот здесь косили это косили дорожные рабочие ну рабочие города короче как бы вот это видите обочина она не ко мне принадлежит то есть участок он считается где-то примерно от канавы вот то есть канава это по сути дела тоже как бы участок но это как бы разделитель между участками всегда но иногда бывает канавы эти посреди участка проходит но здесь вот как бы получается то что до канавы это обочина она к дороге относится то есть принадлежит департаменту транспорта каролины это что начинается вот грубо говоря за канавой это уже все моё вот это канава сама я хрен его знаю кому она принадлежит по закону короче посмотрите сколько много рыбы в ней вы говорите рыбы не сейчас попробую приблизить вы офигеете там все посмотрите в рыбе короче рыбы раки черепахи все это здесь было я вам показывал не знаю кто есть на данный момент но раки например если вы почитаете в интернете он уже про это говорил они живут только в чистой воде если вода чем-то загрязнена раки не живут а и кстати на нашей реке которую тоже все горят сточная канава там какая-то нет на самом деле у там ну на тех участках там тоже река ну вот это вот сточная канава а там ручей и в нем кстати полно раков то есть недавно я просто поливал деревья и зачерпнул ну просто черпал воду с реки ведром деревья поливать и зачерпнул этого самого рака обратно его выпустил но это говорит о том что значит вода все-таки чисто там вот короче то что вот здесь все видите трава начинает расти это все я косил я косил здесь но я здесь приезжал он говорю раза три на покос потому что год меня тут не было и тут все заросло здесь были кусты но вот видно их ты их сколько ни кассе они все равно обратно будут расти вот видите они маленькие сейчас то есть кажется что это какая-то трава ну нет это все маленькие кусты пошли какие-то маленькие какие-то уже не очень маленькие и за год они вырастают нужно как обычные огромные кусты вот то есть я приезжал их стримером косил здесь очень много змей прямо вот здесь вот в кустах была змея когда косил причем она нихрена не боялась я просил бензиновым штилем и вообще и пофиг было короче в метре от нее кашу ну короче нефиг делать мог наступить на него надо очень внимательно смотреть они постоянно вот здесь сидят вокруг этой канавы ну то есть им нравится вода и в общем здесь вот часто их тоже вижу ну тоже видите здесь уровень воды когда выше когда ниже сейчас видимо как бы поменьше вот эти вот палки валяются это тоже не я косил здесь были такие деревья это косили вот эти дорожные рабочие сейчас я вам покажу самое интересное вот они вообще там где провода они скашивают короче всю фигню чтобы доступ был вот к этим вот кабелем и короче вот здесь тоже я не знаю что это они за кабель повесили чем дает я даже не помню был он не был ну короче вот эти вот электрики ну тоже какая-то городская служба они короче видите скосили всю мою херню то есть вот это вот начиная от канавы вот канава вот это начинает канавы на кстати здесь тоже надо максимально осторожно ходить вот это все моё побережье вот река моя то есть тоже вы горите болото это настоящая река короче они вот это все скосили такой огромной косилкой то есть видите она видимо тупая но очень мощная она прямо не косят а просто все рвет короче здесь они просто тупо все поскашивали ну такая она большая типа трактора их три штуки ездили здесь какие-то джандиры по моему со специальными насадками они могут косить как бы и по земле и они могут ехать и косить их вот так вот ну как бы горизонтально вернее вертикально то есть она может и ну то что на земле косите то что на деревьях то есть она может вот так вдоль линии леса ехать и если всякие ветки торчат кусты она это все будет просто по линии как бы обрезать а вот тут несколько толстых было видимо они даже их какой-то пилой короче резали то есть видите вот здесь толстые самые по обрезан а ну скорее всего сюда просто не могла это косилка их не заехать поэтому видите крайне они попилили но они особо не заморачивались и они всю эту херню тупо скинули в реку то есть видите вот а гора лежит и с той стороны они видите покосили там тоже были такие кусты но там меньше было короче они просто все эти кусты даже никуда не забирали не сжигали них просто в реку покидали и короче там они и валяются потом я здесь раз приезжал здесь были ну в принципе да вот вы видите говорите что тут типа на одном участке записывать но вот например вот это место особо никто не видел да ну здесь видите берег размывает размывает то есть эти корни они хорошо они его укрепляют сейчас они это все покосили она сейчас опять начнет всего туда дождями смывать вот потом вот эти деревья начнут портиться короче вот видите по обрезанной тоже ветки то есть видите по линии я и это все они тоже по обрезали то есть у них там и вышка есть короче ну как бы вот эти деревья да если вы тут посмотрите тоже все вот эти ветки по обрезанной видите вот они прям как по линии срезан это они короче все обрезать я не знаю какой то у них то закон еще там где вот эти провода там должны вот эти вот все они обрезают ну наверно чтобы ураганом просто ветку не снесло но они там чё каждую ветку высматривают им сказали срезать они все скопом и режут короче ну вот это они мне покосили ну как бы с одной стороны меня эти кусты не напрягали с другой стороны как бы меньше работы если все-таки косить бы я собрался потому что здесь конечно ну да хрена наверно целый день надо было бы потратить чтоб это все скосить короче потом отнести спалить но тут мой щит я вам говорил это как типа с него прибыль идет за рекламу вот ну как бы щит не мой сама просто они за аренду участка здесь платят ну тоже деньги не супер большие но нормальные как бы я никаких усилий не прикладываю на дороге как бы не валяются они сами приезжают эту рекламу меняют сами короче присылают деньги то есть ни о чем не надо беспокоиться вот вот и как бы вот здесь я так понял тоже но это было миллион лет назад здесь участке тоже там 800 какого-то года их нарезали разрабатывали тоже наверно там 50-60 вот это за херня гида видите красные ягоды тут растут и вот тут вот видно что вот уровень был вначале вот это типа как болото а вот это все сюда насыпали я думаю здесь равняли и вообще все вот эти дома которые тут стоят они все на стоят на насыпи то есть носит было вот тут насыпано и туда она видите сходит и там то есть вот эти деревья они как бы более новые если те посмотри там есть прям старые старые деревья но они тоже уже здесь же ураганы и вся эта хрень и влажность они все конечно постепенно разрушаются ну вот мне тоже говорили это самое ну вот сухое дерево тоже надо приехать его как бы спилить и раз или спалить или если еще дерево хорошая в дрова положить в общем тоже мне говорили что зачем ты этой зачисткой леса занимаешься типа ничего не изменится но на самом деле очень сильно все изменилось то есть если вы на старых видео посмотрите как тут все выглядело то есть этот лес то он не дышал то есть у нас официально считается климат савтропический какой-то там я не помню есть специальные коды он его обозначает но здесь прямо было все в лианах в кустах и короче там постоянно вели лес не проветривал состояла такая духа то короче но очень было много сломанных деревьев но тут как бы не то что 10 лет больше 10 лет никто не занимался то есть все что здесь сделано это я приезжал в отпуск и как бы занимался вот этой очисткой вот это все поле было кустами заросли ну было выгрызено только место чтобы к счету подъезжать может быть эти сами и выгрызли не знаю там то что было в кустах ну то есть вот несколько лет получается я тут в один два раза в год приезжаю вот эти пальмы здесь прорастают вот это кашу и потом когда ты уже скосил стилем ты в принципе здесь можешь уже трактором ездить ну тоже зависит потому что там по тому полю я спокойно езжу а вот тут пример увидите тут где-то насыпано короче здесь видим они сыпали короче ну непонятно чем они засыпали короче здесь где-то прямо была куча куча видите сколько кустов обратно наросло вот куча видите камней кирпичей каких-то битых она прям здорово ну тоже и на миллион лет назад здесь высыпали я не знаю кто это высыпал поэтому опасно если трактором нее въедешь можно эти самые лопасти сломать режущие вот тоже дерево не было его выросло вот ветки попадали с урагана но здесь тоже здесь было много-много лиан вот эти знаки весь шел внутри спасен короче было много-много лиан я их обрезал большие здесь тоже все такое было короче как джунглер ну стало мне кажется получше вот эти я не стрих типа какие-то магнолии они как бы типа красивые вишна зеленая вот оставил для вида вот тоже в них видите какая-то ветка с дерева свалилась вот торчит вот она да здоровая ветка ну а их там много и она прямо застряла там у нее видно разветвление есть вот такая ветка и он видеть еще куча веток короче тоже то ли это эти то что отрезали здесь то ли они сами от урагана попадали не знаю но тоже я приезжал не было это ну как не было имею ввиду когда здесь прошлом году вот это все приводил в порядок вот эти тоже эти уже лаврушки какие-то пошли то же самое это надо все приехать опять но вот эти тоже были ветра ураганы видите ветки попадали хотя здесь все собирал тут ничего не валялось надо тоже будет приехать все убрать здесь тоже кусты то же самое вы видите как они быстро растут прошлом году я вот это поле все косил трактором и никаких кустов тут не было то есть я косил это силен а потом трактором ездил не было вот так вот быстро они растут здесь скорость роста вообще какая-то сумасшедшая вот то есть все это поле я ездил трактора мы видите сколько веток и вон ветки и вон там ветки да и почему там говорят крышу окна разбивает лучше когда урагана но эти ветки отрывает и несет вот поэтому и про провода они наверно заботятся потому что он такая ветка прилетит может провод оборвать потом она там время занимает и понятно убытки там большие то есть надо посылать там ремонтные бригады провода тратить то же самое люди сидят без электричества деньги не копают короче вот ну здесь вот видите тоже была куча вот этих шлангов это тоже все со старых этих людей осталось у которых я покупал от старых хозяев и вот здесь тоже здесь все было чаще непроходимая причем она начиналась даже вот этот видите кирпичный как бы печь но тоже и уже все надо разбирать короче хмай или новую строители вообще убирать короче вот это как бы кирпичная печь ну я ее использую для сжигания там дров мусора садово там всяких веток травы она короче бы ее было не видно то есть вообще она вся была полностью в кустах то же самое лианы кусты чаще и все все было заросшее когда это чистил там я внутри на этих обрывах находил там множество каких-то старых шлангов садовых там банок ну что-то может быть знаете терялось что-то может быть я не знаю туда ветром заносила он видели куда пакет целлофановый вон банки стеклянные то есть тоже то ли я их не забрал то ли это уже новые кто-то накидал скорее всего их просто не видел они были в средстве ну то есть это старые банки хрен поймешь год они пишут не пишут ну что здесь на крышке ну то сейчас таких я вот не видел уже это часто все в пластике делают а это стекло и видели какие крышечки алюминиевые то есть сейчас все делают пластик туда здесь вот много у такого мусора было ну то есть он просто скопился за миллион лет видите вот спрайт вот еще здесь иногда как бывает вот еще такая же бутылка короче это здесь много можно вот какого-то старья накопать это что ты какая-то тоже этикетка короче я много-много на выбрасывал где-то еще целый контейнер стоял этих старых бутылок но там реально были какие-то редкие он показал вот смотрите поднял сколько муравьев вот живет кого-то старое ведро вот на нем даже надпись и какие-то есть мси там что-то это что это кусок сайдинга от дома он пластиковый стакан это че такое какой-то тут провод и еще какое было может быть еще какая ситуация вот еще такая же а так это вообще какой-то доктор пеппер или чуть типа того старый вот короче еще какая могла быть ситуация что если например у них тут мусорка стоял ну вот это вот то что с крыши тоже ветром посносила видели любую херню поднимешь под ней уже тонны муравьев все это уже живно все это их же не было зимой сейчас они все повылать короче мусорка у них на при рту стояла ветер дул он ее переворачивал все туда высыпалась они видимо не заморачивались из этих кустов собирать то же самое бамбук я здесь обрезал и заготавливал его ну там будем потом идти покажу заготовки бамбука то же самое видео сломала бамбук это тоже не было этого то есть недавно потом много нового наросло ну вот один бамбук видите засох можно уже собирать он уже хороший высохший так ну здесь тоже я вот тут прочищал ну тут везде тоже были лианы заросли всяких растений видите они обратно все эти кусты пробиваются ну и дальше там я уже я же вытаскивал этот бамбук который кто-то до меня попилил и просто его покидали там стопками видеть очень много бамбука цены материалы хорошо он тут растет вот сюда с бамбук я тогда вытаскивал и еще что измельчители его измельчал вот посыраю тоже вот видите как все вокруг него чисто она конечно так не было видите вот витки лиан и когда я приехал тут прямо уже все было в лианах ну то что мне говорили там про этот гараж там все снесет первый ветер его сдует ну пожалуйста чем вот уже несколько лет стоит фу-фу все идеально по моему даже вентиляция на отлично работает сейчас посмотрим ну конечно тут были проросшие лианы вот здесь ну здесь видите лиана выросла она прям заросла туда короче выковыривал а прям вот сквозь этот металл проросла внутри уже спогнула 0 она ничего угодно уничтожить вот слышите звук и прямо дует ветер короче вентиляторы фигачат отлично работают на солнечную батареи вот там она лежит надо ее протереть кстати и и всю вот этой зеленой пыльцой тоже занесло ну и вот здесь видите я чистку производил вот это какая-то вишня и обрезал тоже и увидите но туда вот это я оставил эту магнолию еще какой-то дуб маленький вот бамбук новый по вырастал от этого ничего не было он очень быстро растет он за полгода может выше дома вырасти если как бы солнца достаточно и всего ну вот это я снимал тут насос здесь мой этот скважина была она тоже там он бак остался видно ну надо тоже все это переделывать вот там бамбук тоже видите сухой надо пособирать вот тут это как бы все моё и примерно вот этот камень видите вот камень стоит вот этот вот огромный квадратный камень вот это примерно разделение участка я уже сиди спрашивал они сказали что он примерно на границе стоит вот здесь то есть получается вот до этого камня моя территория а тому же у соседей дом вот но у нас как бы вот получается такое вот этот лесок бамбуковый он как бы меня от них нормально отделяет утонут елки тоже будут видите все свежий как они быстро по вырастали видите свежие прямо елки короче какие-то тоже тут говорят шишки надо вот эти собирать их как-то надо в меде замачивать и потом это все говорят очень полезно для еды вот а мы это все просто косилкой косим и выкидываем вот эти вот шишки побеги это все съедобное но сейчас пока как бы времени на это нету вот этот мусор надо на дамп вывести ли на металл я не знаю тоже это или я на участке пособирал или то что мы обшивку с трейлера меняли когда окна ну то есть это дом типа трейлер такой добывать вот мой лимон который я давно купил сюда привез и короче ничего с ним не сделал он своим диким как бы ходом вот спокойно себе растет его никто не поливал никто ни разу не копал не удобрял ничего то есть пожалуйста он все морозы все зимы пережил вот это тоже этого ничего не было и вот этого вот куста не было этот куст вырос я не знаю за сколько то есть это все вот эти вот все это все убрато было и она видите опять начинает вот все расти вот эта фигня растет вот эти наверно старые стебли но и тоже это все полностью скашивал вот елка абсолютно новая выросла видите ну вот она как происходит то есть вот эти вот ну кстати да здесь нам быть осторожно змеи я как-то здесь был и как-то сведу змея промоу здесь сидит промоуту тут на этих ступеньках короче туда за ведро с водой уже с дождя набирается и туда часто падают какие-то ящерицы они не могут потом вылезти и дух ну там там столько дохлятины было вот короче по самому дому здесь как бы три комнаты две ванны короче вот это начали мы когда-то я приезжал в отпуск делать то есть видите обшивка старую мы снимали меняли на новую но хотя она и нормальная была ну просто уже как бы чтобы если делать то по уму здесь видите вот как она все стоит уже новая патио дверь хотя я уже сейчас не уверен за тогда мы и зачем-то в пиве в пулили сейчас я уже не верен что она тут нужна я задумал здесь как сделать с этой стороны небольшое патио чтобы можно было выходить там посидеть с видом на лес красиво и ну там я не знаю столики поставить такое но сейчас я уже думаю может она и на хрен не надо надо было просто окно делать как здесь вот здесь как бы получается все новое фрейм разобран новая обшивка положено вот новые окна стоят ну вот полностью новые стеклопакеты все завозили от нас и еще там у нас вот как их тут показать то есть видите все сделано с битумной лентой вот сами окна не видно очень плотно натянут хаузврап короче и так она стоит вот под этим хаузврапом хрен знает сколько лет вы тут видите даже в одном месте видимо просто плохо закреплено было она вот скрепок оторвалась и видите надо поменять этот кусок а так где было нормально она может еще и миллион лет просто и но его и не снимают этот хаузврап он как бы висит а потом когда вы сайдинг вы прямо поверх него накидывайте он как бы дополнительный слой это такая технология короче вот ну да чё по самому дому говорить принципе внутри дома я когда-то видео выкладывал коротенькая дам ничего не менялась с тех пор вот в основном там лежали материалы всякое старею это уже половину позабирал половину по выбрасывал так она особо ничего не изменилось но здесь видите то есть крыша нормально нормально идет а здесь где мы вот это вот разбирали мы еще зачем-то поснимали вот эти вот короче ну дам куски крыши я не помню то ли они мешали это самое да эти фанеру снимать и не помню что ли ставить короче счетом этот поснимали из-за этого видите какой веса луна проблема то из-за чего что крыша протекала тут получается и там и там и там вот эти кусты я обрезал тоже не знаю что за кусты но они тоже были полностью как бы такие нереальные выше дома огромные короче я приезжал тоже обрезку дел ну тоже это было два года назад два года их никто не обрезала с этим кустом такая же ситуация видите он был короче как бы нормально и вот из него вырос уже какой-то новый куст а он потом такими красивыми красными цветами распускается вон их уже видно вот то есть тут все нормально вот это тоже вся ересь по вырастала этого ничего не было вот там лианы тоже вон видите они уже вросли в крышу и там тоже разрушение какое-то наводят тоже этого ничего не было короче крыша текла ну как текла там не то что даже в ней проблемы просто она старая и короче был большой ураган он и стекла поразбивал там на торце но на том где уже дверь стоит и новое окно и стекла поразбивал и на крышу упали ветки короче она стала течь ну а нож как работает это асфальтная там она одну плиточку повредила вода начала затекать потом она там под этой ну по фанере растекается ну короче вот так она прогрессировала то есть здесь никто не жил эти ну умер тут хозяин жила какая-то его родственница потом она тоже умерла родственники хотели отремонтировать продать они начали ремонтировать там даже полы поменяли в одной комнате течь они там типа устранили она начала вот там потом течь и они уже решили на это забить и продать уже по стоимость участка дом как бы бесплатно получается шел но сейчас уже участок подорожал в несколько раз то есть по сути дела за сколько я это покупал это сейчас подумать это просто смешная цена потому что даже если ничего не делать можно сейчас как бы там 5x практически делать ну я тут как бы не хочу ничего продавать потому что ну тут уже окна завезены все ну как бы и не в этом даже смысл лишь не ради денег это делать вот хочу как бы заняться восстановлением то есть буду делать крышу ну наверное уже скоро вот может на этой неделе или на следующей а потом постепенно займусь окнами точно также по этой технологии буду постепенно менять снимать сайдинг ставить новое sb ну перебирать фрейм в начале то есть ну понятно с чего что начиналось я его выравнивал в уровень потому что тоже когда долго эти стоят но здесь все дома практически так кроме вот этих стикбилдов кто на фундаменте а большинство то домов они у такие всякие сингл вайды добыл вайда они все просто на блоках стоят и постепенно она как бы погружается поэтому их всегда высоко ставят но это не проблема это как бы тоже такая у них технология ну принципе она работает если дом этот 74 года вот считайте сколько он лет 50 лет простоял и ничего с ним в принципе не случилось внутри там полностью жилое как бы состояние было ну пока он не стал заброшен и понятно потом его не топили там протечки были так конечно лучше все обновить но в принципе если так совсем негде жить то можно было бы и жить здесь вот потому что вода есть электричество есть интернет проводят сейчас очень быстро вот эти новые компании они вам буквально там за день вот я же все проводил приехали кабель кинули там этот распределитель поставили провода кинули ну короче как бы все коммуникации есть ну комфорт может быть там ну и работает этот и конденционер потому что он сравнительно новый то есть а я ему не 50 лет они это уже новый ставили там тоже не задолго до продажи они хотели сами починить и продать типа за дорого но в итоге ничего у них как бы не вышло и в общем когда я покупал тут электричество было отключено они тоже отключили потому что крыша текла чтоб не закоротила где-то потом я крышу закрыл тарпами и как бы электричество включил вот кондиционер нормально работает то есть охлаждает но тоже может какое-то там техобслуживание надо провести не знаю ну я думаю что он еще может много-много лет работать и вот старые окна что я снимал то есть о чем я вам говорю они в принципе нормальные алюминиевые но они такие уже как двойные и пока степлопакеты не такие как в том ну вот видите все разбито это разбито было тушаем горю ветки с этих деревьев когда был ураган они летели в торец и поразбивали вот но это краткая история для тех кто старое видео не смотрел потому что это это в принципе уже рассказывал давно когда здесь я занимался вот этими своими лесными работами вот ветка большая упала вот тоже шишечки очень колючие вот эти вот шипы прям такие вот вот здесь короче здесь был огород у каких-то еще секунду блики рука чешется ну то есть как я понял вот сам хозяин он здесь и не жил никогда там жили какие-то его родственники все время вот потому что он был каким-то богачом у у него на этой улице было я не помню чуть чуть ли не пол улицы она и как бы его там дальше автосервис идет это его был и бензозаправка у него была то есть была куча родственников и они то какие-то здесь люди с детьми жили то здесь какая-то женщина жила то ли сестра его двоюродная не знаю подробности но к чему я это говорю к тому что вот этот огород здесь был такой но тоже примитивны и то есть видите вот это было тянуто сетка это лени типа у такой металлической а вход в огород был здесь но вы видите насколько она все просела что он сейчас этот вход он чуть ли не на уровне как бы тут пояса находится то есть она ну я не знаю вход наверно такой где-то был или такой то есть она вот за эти годы насколько в землю все ушло то есть это было еще я говорю то есть не не это не я думаю даже не последние жильцы а за много до них еще какие-то другие здесь имели огород он видите там было ограждено ограждено и здесь когда я уже покупал здесь невозможно было никуда зайти то есть вот видите где зеленая вот здесь примерно вот тут вот на этом все и заканчивалось начиная отсюда было полностью чаще и я вообще изначально даже не видел этот участок когда покупал я не знал что там есть вообще а я думал вообще изначально что только вот это продается как бы вот этот участок и вот этот а потом уже когда я купил там по документам уже шло что там два чем-то акра короче ну это все было джунгли сюда нельзя было зайти сюда я постепенно чистил чистил нашел этот огород в огороде там ну тоже было всякое старое дерьмо там какие-то старые лейки там старые какие-то садовые инструменты но тоже все непригодное уже 500 летней давности сгнившая вот здесь как бы я эту сетку пытался выковырчевать ну короче ее тоже надо будет все удалить и убрать отсюда просто это как бы несрочно здесь амульчу насыпал на тарп то же самое видите все уже полностью засыпано листьями ветками вот но здесь лианы я обрезал они уже видите вот когда их обрезаешь они потом со временем засыхают и становятся такие хрупкие их можно просто сломать вот короче такое но деревьев много здесь хороших вот эти астралисты дубы вот это дрова я ложил на сушку вроде бы нормально все с ними они уже несколько лет лежат уже хорошие дрова ой блин а в эту же сетку видите споткнулся я же говорю надо ее все убрать отсюда ну как бы не все хорошо но большинство дров норм я думаю термитов вроде нету они здесь хорошо вентилируются какие-то белки здесь орехи грызут ну вот короче как бы дрова ну конечно да можно было бы их наверное чем-то накрыть в принципе вот даже верхние дрова вроде бы нормальные нетрухлявые просто сухие ну тоже хардвуды все это дубы орешники такое магнолии слышите какие звуки леса вот но здесь тоже здесь все были дебри тут были ветки там многолетней давности кусты лианы короче я это все прочистил видите сейчас как хорошо стал лес нормально вентилируется деревьям стало свободнее потому что здесь какая-то была мишамина нормально деревья не могли расти они уже начинали болеть засыхать в общем полный кринж здесь был вот здесь ну просто запустение я вам говорю здесь там не здесь не 20 лет а это явно было намного дольше все вот здесь видите вот то есть поваленная вот это вот лежит оттуда отломала тоже ураганом это дерево упало я вот здесь его расчленял чтобы она быстрее гнило но это видите типа орешник он гниет максимально медленно очень ценная древесина конечно ореховая ореховые деревья пипец дорогие вот но уже было поздно если бы я увидел она упала и забрал его на дерево тогда да вот это дерево видите с большим капом ореховым ореховый кап тоже стоит денег но оно явно это дерево тоже не жилец потому что вы видите чё с ним он уж не может так расти явно его пилить надо плюс они очень плотно им не хватает места вот эти кривые надо пилить тех пилить ну короче как бы я здесь то разгребал самое основное то что было тут вообще ну повалено там гнилое сломано такие хорошие деревья я не пилил то есть вот видите какое то тоже ветка или дерево упало или принесло не было тут тут постоянно чё-то меняется ну и вот сама река она конечно шикарная по виду здесь но это настоящая река никакой не болото ничего чистейшая вода здесь и форель и блугилы и всякие животные приходят на водопой вот много конечно здесь этой живности там какие-то раки живут крабы там все чего угодно короче вот видите к примеру ну вот что это такое это явно тут кто-то живет вот это вот накопал кто это накопал не знаю ну какое-то какое-то животное подземное может быть крот не знаю короче ну то есть здесь все что угодно и вот это то что я вам говорю орешники вот все здесь закидано орехами с них ну то есть если их хочешь то можно здесь прийти и орехов если когда их надо собирать вовремя собрать то здесь ты их можешь я не знаю тоннами собирать прямо в мешки вот это дерево видите это гигантские орехи все короче практически все эти деревья орешники вот но смысл том что я их не собираю и их короче со временем сжирают какие-то гады вот видите если даже что-то белка не сожрала все кто-то дырочку просверлил и сожрал а так если вы посмотрите вот оно все в этих съеденных орехах ну туда не разного вида короче ну это обычные как бы американские эти грецкие орехи только дикие то есть они просто все то же самое только они поменьше размера и у них потверже чешуя ну то есть задолбаешься их это разламывать ну вот тоже дерево видите сухое вот смотрите сколько тут орехов кто-то нагрыз конечно не просто так и там видно нора у кого-то кто-то их грыз и свою норку носил вот и там кто-то живет я не знаю кто белка или какая-то хрень хрызун какой-то вот они эти орехи видите то же самое если белка не съела каждый орех кто-то съел сделал дырочку и съел короче в лесу ничего не пропадает ну тут тоже вот это вот поваленное все ураганом то есть видите какой здоровый орешник упал но самое жалкое конечно вот тот вот тот орешник вообще гигант гигант и он здесь тоже упал хрен знает сколько лет назад сломал еще другой орешник короче плюс вон еще какой-то и короче ну здесь как бы понятно они слишком плотно плюс ураганы плюс вот это здесь был лес запущенный короче все такое ну по сути дела много ореховой древесины конечно сгнило потому что он уже грибы там растут всякие там муравьи жрут это все ну сейчас как бы да это зима была поэтому их еще не так много но они уже практически все начали возвращаться то есть это насекомые вот видите ну и здесь конечно вообще опасно ходить потому что хрен знает когда оно на башку свалится если вот сюда пойти тут вон видно вот это дерево видите ну вот у него была кора и потом дерево и вон видно вот это все сожруто это же уже какие-то муравьи термиты то есть оно вот уже трухлявое ну короче жалко ну здесь дерево было пипец пипец огромное вот оно прямо на берегу росло в принципе вот тут другой орешек есть видите корень размера какого хрени ну у меня даже пила его не возьмет ну как надо просто длиннее шину конечно разрезать было чтоб оно на пол упало и там оно быстрее догниет пальмы настоящие то есть их никто не садил это прямо такие которые здесь какие-то колючие кусты видите с шипами то же самое никто их не садил они сами растут и тоже я здесь все косил оно все опять заросло вот астралисты вот опять пальмы вон пальмы вот опять видите норка и вокруг вот такая херня кто-то там живет по-любому а кто я не знаю или жук или рак здесь ну здесь очень красиво конечно живописно просто вообще класс даже слов нету тоже опять пальмы такие какие-то странные вот эти вот пинки растут я не знаю что это такое тоже кто если знает напишите в комментах и вот здесь красная видите метка вот на дереве здесь то есть и тут ну получается вот до сюда у меня участок вот этот заканчивается то есть вот это вот здесь уже начинается другого чувака участок вот вот потом да и потом по этим лентам можно вот туда идти вон они видите в ту сторону пошли ну здесь тоже я все как бы более-менее чистил то есть поваленные деревья кустарники всякие лианы такое вот здесь короче здесь олени индейки любая фигня водится белки там кабаны не знаю насчет медведей медведей нету но у нас там есть в нашем том лесу вот здесь такая типа полянки небольшой ну короче очень как бы круто если здесь конечно бы сделать какой-то типа кемпинга да вот здесь такие кабины поставить по берегу и как бы сдавать ну я не знаю как это легально сделать надо же какой-то туалет и всю эту фигню это всякие есть хелс департментом здравоохранения они же придут все это закроют твою лавочку короче надо это как-то официально делать вообще место перспективное под кемпинг ну то есть видите вот я все покосил почистил стал нормальный без грибы конечно здесь есть но честно говоря не так много как в том лесу я не знаю тоже от чего зависит или может раз на раз не приходится может тут более жарко вот потому что я здесь ходил собирал ну так не очень-то много я этих находил вот грибов ну то есть из земли здесь еще видите валом-валом вот вот это вот оранжевые метки идут вон до того дерева идут здесь я же всякие скелеты животных находил ну и да и вот здесь она видите уже типа закругляется вот вот идет туда потом когда там продавали соседний дом они соседям там продали вот этот кусок там по моему полакро ну тоже хороший участок но как бы это у них видите дом стоит у них участок маленький он у них очень близко к границе стоит вот то есть у них получается ну вот вы сами видели заканчивается дом и сразу короче как бы мой участок начинает вот вот так и все равно я куда-то не в ту сторону пошел я хотел по той границе пройти получается здесь мы шли так а мы там свернули я уже сам да нет это короче не там мы свернули вон там же дальше оранжевые метки сейчас вот они оранжевые вот они идут раз оранжевая два оранжевого он просто как бы не особо квадратный он идет таким как полукругом и короче он такой бесформенный когда этот участок и потом здесь вон видите соседский дом и вон видите оранжевая еще на дереве вот вот на этом засохшем и вот о чем я вам говорю у них дом стоит прямо к моей границе а вот там небольшой участок они потом докупили уже буквально когда соседи там продавали дом они им такой кусочек продали участок ну короче там кто-то тоже нехило заработал потому что они дом продали там что-то там 470 тысяч по моему и еще еще участок я не знаю за сколько вот ну короче вот это вот вот это видно соседский дом но но видите здесь дальше этих лент нету ну короче там так же как и там то есть там от дома идет где-то я не знаю буквально метров 10 и ну короче здесь точно не скажешь вот ну короче граница где-то она здесь примерно проходит вот в этом районе вот ну и вот здесь вот мы дальше идем идем ну то есть примерно вот по этому дереву видно вот это дерево где у меня счетчик стоит и плюс туда до камня еще сколько-то ну то есть примерно я думаю вот до этого большого дерева и вот до этого примерно вот где-то так оно проходит вот примерно вот эти куски еще мои вот ну и вот здесь вот начиная где-то отсюда здесь начинается все бамбук тоже вот это его чистил косил но тоже видите он все равно сколько-то там или падает или в а ну там еще ветка упала короче надо опять здесь прочистку производить видите большая ветка упала один бамбук сломала 2 нагнула и в общем оно так и происходит вон видите здоровые ветки упали ну короче вот это бамбуковая роща она была вообще непроходимая из-за этой ситуации какой-то бамбук нагнулся он наклоняет и другие потом они начинают как бы все это опутываться лианами в общем здесь такая была непроходимая я здесь чистил пипец в этом бамбуке больше всего времени потратил вот ну и видно его стало меньше намного то есть вон вон это все еще бамбук 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 вот он растет вон бамбук короче это и в какое-то время видите его спилили и вот здесь все бросили то есть видите валяются стволы ну его вспилили бросили а он обратно весь вырос и я вот эти стволы вытаскивал измельчители измельчат ну в принципе этим не особо то надо заниматься но и само со временем вот видите он его не собрали вовремя и он треснул уже от старости вот опять какая-то древняя баночка тоже здесь везде надо опасно ходить опасно везде ходить осторожно вернее имеют здесь везде эти и муравьи и всякие змеи и пауки и вся фигня вот здесь видите это я все расчищал вот здесь тоже я собирал мусор но его видите все больше и больше вымывает вот это кстати дорогие банки это стандартные масонские вот широкая горлышко ну их можно даже домой забрать помыть и все какое-то древнее пиво ну и здесь вот какой-то видите футзона небольшая вот там видно еще не все шланги я собрал вот ну я вообще как думаю может быть я когда этот дом отремонтирую может я сюда перееду пожить недолго и а пока буду здесь жить будут отремонтировать вот а здесь заниматься ну тут все приводить в порядок ну как бы здесь было бы интересно тоже здесь и порыбачить можно на реке вот уже упала какая-то ветка или дерево хрен его знает ну и вот это все вот это видите вся вот эта бамбуковая фигня это все тоже мое просто там хрен пройдешь вот здесь видите тоже это все мое мое тоже какая-то хрень тут валяется что это такое канистра винтер стромер какой-то хорошо надо будет мусор выкинуть вот вот ну он просто у соседей вот дом и гараж они видите как они от границы совсем мало отступили и все это поставили ну в принципе и тут так ну они просто это как ну у них участок очень маленький поэтому как бы у них и места нет ну вот это получается вся канитель вдоль их участка это все моя вот так территория вот ну ладно друзья не буду слишком долго делать потому что как бы основное он все сказал что надо крышу сделать и потом заняться всем остальным но в принципе неплохо было бы еще вот эти гребаные сосны спилить ну просто я не знаю сколько это может стоить потому что они рядом с проводами и это задешево никто не будет делать если бы это были какие-то еще дубы хрен с ними он как у соседей а эти сосны они короче бесполезны если она конечно на дом свалится это пипец или вот так или ветка с нее конечно было бы обидно делать эту крышу а потом нахрен какая-то одна ветка все уничтожит вот ну те деревья они не особо ну ну как бы тут влияют потому что они далеко но вот это может упасть типа но я не знаю что это за дерево это наверное тополь какой-то вот а те в принципе сосны и уйти дубы там уже все безопасно то есть из-за безопасности только вот это можно было бы спилить и две вот этих вот сосны ну тоже сейчас цены лупят пипец там они типа за одно дерево могут спокойно пять тысяч долларов запросить уже таких центом как тысяча две было уже и нету ни хрена вот ну может быть сам возьму это арбористское оборудование куплю там я считал баксов на 500 надо купить по минимуму и в принципе потом сколько хочешь деревьев сам залазь и разбирай по кусочку ну это конечно не считаю вот это вот ну и вот тут видите то есть когда я трейлер равнял вот здесь видно вот эту вот стенку повело ее надо конечно ну ее надо разбирать и заново собирать ну потому что ну потому что видно что она кривая то есть это не дом кривой дом то ровная видите стенку повело но это тоже в принципе мелочевка можно самому все сделать и вот тут видите то есть видимо вот этот угол просел угол просел оно тут треснуло и начало сюда вываливаться ну то есть если ничего не делать так оно со временем просто свалится да и все видимо просто некачественно как-то собрали основание может не подготовили не знаю там фундамент есть какой-то нет наверное ничего вот а здесь вон видите это мощь растений они прямо сквозь бетон растут сквозь кирпичи вон там вот вообще все по хрену вот там вон видите листья валяются я как-то приехал там бамбук растет прямо оттуда уже в крышу упирается вот ну ладно друзья вот это небольшой обзор вы просили вам показал в общем все тут нормально как бы ничего критического не происходит надо сделать крышу ремонтом заняться но тоже вопрос времени и средств вот пойду еще наверно почту проверю и короче поеду всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь да благоволит к вам господь пока пока увидимся на канале пока 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 пока